здравствуйте друзья почти 30 лет живу я в америке из них там почти 30 лет работаю в сфере информационных технологий и в самых разных качествах по найму работал и свой бизнес и консалтинг у меня был когда я нанимал людей отдавал по компаниям и так далее рабочие визы делал много чего видел десятки разных контрактов видел между компаниями между консалтингами и там заказчиками между людьми и их нанимателями но тут я увидел такое друзья вчера буквально чего не видал никогда началось все с того что написала мне в скайпе студентка наша но в онлайн когда-то училась она уже работает в южной калифорнии живет она работает и так увлеклась автоматизации тестирования нас первого дня как бы очень сказать в эту сторону смотрела все у нее получилось молодец ну это у нее первая работа и может уже вторая а так тут она переходит на треть и поначалу вышла на нее какая-то организация для того чтобы ее перепродать в очень очень большую телекоммуникационную компанию ее знает весь мир называть нибудь но очень большой и так ну положили ей там не бог весь ну там 45 долларов в час но ничего ну ничего она до этого меньше получал в общем то у нее так в целом страшнее не такой большой 45 долларов в час и сегодня понедельник вот сегодня надо выходить и что вы себе думаете друзья и это бывает очень часто если кто-то не догадывается бывает это очень часто в пятницу когда девушки уже так сказать ну пора мыслями собраться она о новой работе ей дают в другом месте оффер то есть предложение позиция постоянная и это не 45 долларов в час а это 85 тысяч год что на самом деле чуть даже больше с учетом того что не нужно между контрактами ходить без денег оплачивают отпуск оплачивают там так называемый personal days там sick days больничные там и так далее плюс на постоянной работе есть масса вещей которые как правило никак не связаны напрямую с чисто денежной компенсации всякие там бенефиты страховки пенсионные планы и тогда то есть это на самом деле и денег больше и позиция стабильнее и в общем ну все хорошо хочется ей на новую работу она начинает внимательно смотреть контракт который подписала с первыми посредниками вот эти которые хотят перепродать и тут до нее доходит что там есть нечто что ее смущает смущает ее текст она мне прислала этот текст вот я я был просто потрясен значит смущает ее такой текст там написано что если нанятая сторона ну то есть она находится в состоянии бричков и гримент то есть нарушение контракта а нарушение контракта может произойти в форме того что она например не вышла вовремя или вышла но не вовремя в общем как то вот так но если она не выйдет то это точно bridge of agreement и значит дальше написано так это стандартная формулировка ее часто можно видеть там где угодно они говорят так что поскольку поскольку мы как посредник сказать несем убытки но это правда как какие-то неудобства у них есть то есть как бы они начали с понедельника деньги за нее получать они с каждого часа имеют что-то может 15 долларов может 20 может 35 мы с вами не знаем но конечно там значит что поскольку размеры этих убытков оценить очень сложно то стороны согласны в том что 15 тысяч искать цена вопрос то есть если она во время не выходит то она им должна 15 больше того если дело пойдет в суд а вы поймите для того чтобы ее судить на эти 15 тысяч им надо потратить может быть 50 я даже не знаю но но так вот десятка не отделаешься знаете это расходное дело по судам ходить это вот те кто не понимает говорят в суд пойду а ты пойди однажды в суд я на тебя посмотрю от тебя останется там от по после похода в суд поэтому никто не любит по судам ходить но вот пугнуть пугнуть можно пугнуть конечно можно и вот они пугают надо сказать что эти пугалки страшилки я наблюдаю с 90-х годов со второй половины 90-х когда был массовый завоз людей по визе h1b и их завозили платили им какие-то ну оскорбительно низкие деньги грабили и перепродавали там за вдвое-трое более высокую сумму и поскольку люди могли уйти в принципе то есть можно уйти с переводом своей визы куда они запугивали вот этими позициями в контрактах но когда доходило до судов было несколько случаев когда пытались судить человека который вот так поступил и их сразу отметали подальше потому что в штате калифорния закон но не только не только в калифорнии это практически во всех штатах не во всех но почти во всех есть такое положение что имплоймент у нас это был это значит что пожелание пожелание работодатель можете отправить в любой момент и ты можешь расстаться с ним в любой момент и вот эти там двухнедельные нотис там заранее предупредить за две недели это вопрос вежливости это не вопрос того что вы законодательно обязан и даже если вам в контракте написать что вы обязаны это ничего не значит когда путела попадает суд то есть никакое контрактное обязательство которое противоречит закону не является законным понимаете есть такой термин инфорсом то есть по суду ты не можешь его искать призвать к порядку потому что это не инфорсом ты не можешь прийти в суд и сказать вот я нарушаю закон и прошу в нарушение закона разрешить мне не не работает так но поскольку люди в основном темные законов там ну откуда им знать в конце концов они там что-то подписали и но уже подписав человек говорит ну ну ладно уже я что же раз подписал то есть это не столько что тебя судить будут сколько пытаются добиться чтобы ты понимал чего происходит и уже если ты берешься так чтобы ты уже выполнял то есть это некоторая страшилка которая приводит к снижению вероятности того что что-то произойдет вот что человек куда-то денется но тут есть тонкость одна значит все что я до этого рассказал я видел много раз и как я уже сказал особенно много это стало так сказать вы проявляться в контрактах в конце 90-х особенно часто это было не там где американцы работают а там где например там выходцы из индии например вот они там запугивали но имеют дело с новичками законов не знают люди и вот они но тут в контракте была фишечка невероятная фишечка звучало так что bridge of agreement это если ты во-первых не вышел а во-вторых может быть ты вышел но ты ушел с этой позиции в течение первых четырех дней то есть если ты четыре дня отработал и ушел то к тебе претензий нету претензий к тебе только лишь бы если ты не вышел вообще либо ты ушел в течение первых четырех дней значит вы себе представляете что такое отработать четыре дня до даже неделю да вот эта женщина мне это чего делать ягод показала этот контракт в той компании там юристы посмотрели сказали ну проработай неделю приходи к нам в чем проблема значит так уже чтобы совсем чисто значит получается такая история что такое неделю проработать человеку которая делает автоматизацию тестирования не то что он допустим траншею копал он пришел с чем-то ознакомился какую-то литературу почитал с кем-то поболтал на митингах посидел 45 долларов в час ему платит это ему платят а за него платят но минимум 60 может быть 65 может быть 70 может и 80 поэтому представьте себе значит 40 часов даже вот ну я не пусть будет по 75 долларов в час там три тысячи долларов значит эти три тысячи долларов она уже обошлась заказчику можете представить конечно посредник немножко наварил немножко наварил конечно 40 часов там не зато по 20 баксов это правда там по 25 там пищенку может быть получил и как-то успокоился но это не 15 так вот пришел человек нанес убыток ему говорят ну да так тебе претензий нет если он не вышел и убытка никакого не на не нанес в том смысле что ему платить уже не надо так мы к нему претензий а если он пришел принес убыток в размере трех тысяч долларов мы говорим вот теперь ты можешь спокойно идти мы к тебе претензий не имеем пользости а не было конечно ну вот понимаете да как какая интересная фишечка в контракте я я думаю зачем это почему четыре дня может быть а тут меня присоска отклеивается на машине я думаю может быть как то какие то есть еще законы что я не слышал никогда которые четырьмя днями что-нибудь ограничивают но вот первый раз жизни столкнулся и вот вам рассказываю какие бывают тонкости в контрактах по найму но еще раз мое глубокое убеждение основанное на опыте скажем так последних двадцати лет состоит в том что поскольку в штате калифорния employment at will никто не может сказать человеку ты нам должен от того что ты не вышел на работу это просто зашкаливающий бред зашкаливающий более того вот этот вот это был с точки зрения нанимателя который типа может в любую секунду от тебя отказаться вот как раз наниматель здесь прищучен потому что он конечно с одной стороны может отказаться но у него должна быть какая-то причина для этого он не может сказать что-то я подумал подумал на всех нафиг сокращу он он так не может то есть он должен объяснить почему почему этот и не тот то есть было масса случаев там по судам когда вот это был получал всякие ограничения накладываемый на работодателя то есть конечно ты можешь человеку уволить если у тебя там дела плохо пошли если у тебя денег нет если он не справляется с работой и так далее то есть масса есть причин совершенно ну замечательно так как которые все понимают и принимают когда ты можешь человек уволить но это не то чтобы уж прям совсем вот так вот это был так как человек может уйти вы можете сказать да ну их всех нафиг понимаете и это достойная причина работодатель не может сказать ну и вон нафиг вот что-то не знаю разонравился у мне он он так не может вы можете а он нет поэтому такой вот такой вот интересный случай такой интересный разговор счастлива